Дом номер 5 по улице Ржевской впору признавать памятником истории и архитектуры. Днем его рождения считается 1929 год. Время, описанное во многих школьных учебниках, как начало сталинской коллективизации. До наших дней советская постройка дожила совсем не тронутая ни малярами, ни сантехниками. Что косметического, что капитального ремонта в нем не было ни разу, говорят жильцы. Регулярный спуск и подъем людей еще выдерживает величавая кованая лестница. Крыша все еще защищает людей, правда только от ветра. Металлические листы давно превратились в ржавую труху, деревянные балки сгнили. С началом дождя или снега она начинает плакать вместе с жителями верхних этажей. Вот льется, видите как? Вообще течет прям, даже не льется. Вот она, просто струей. Вот они все гнилое, вот эта печная труба, все гнилое просто. Куда бежать от таких талых слез люди не знают. Василиса Ласточкина не успевает делать ремонт и покупать таза и ведра. Сосудов просто не хватает, чтобы собрать всю воду и не залить нижние этажи. Метод под названием «стоп-лужа» Ласточкина позаимствовала у соседки. Ну подвязываем, чтобы как бы текло не по стеклу, а в ведро. Вот. И ставим обратно. Вода бежит ручьями во всех комнатах и даже в туалете. Так что даже справить нужду в этой семье по-человечески не могут. Ну а вот нельзя сидеть, капает на голову. Ну, по-быстрому. Покой жители этого дома потеряли не один год назад. Куда только не обращались, подвижек никаких. Управляющая компания Пролетарского района отвечает, что денег на капремонт нет, говорит Ласточкина. И это при том, что коммунальные платежи здесь всегда все оплачивают в срок. У нас деньги как бы считаются теперь деньги, которые за капремонт у нас считаются с 2006 года. Остальные те деньги, которые были раньше собраны, нам сказали так, что ну другим же домам тоже нужен капремонт был. Вот им правильно как бы говорят так, что наши деньги ушли на те дома. Вот. А наши где деньги неизвестны. От такой влаги совсем скоро на голову может и потолок рухнуть. Многочисленные глубокие трещины, очевидные предпосылки к ЧП. Но похоже, что его вероятность Тверские коммунальные службы совсем не тревожат. От такого всеобщего бездействия 84-летний дом стремительно погружается в литургический сон. О наличии в нем жизни скоро ничего и не напомнит. То есть почти ничего. У нас деревья уже вовсю растут на дому, на крыше. Но в этом году спилили их. Видать, стыдно стало. Уже трехметровое дерево, тоненькое береза. У нас не жизнь, я бы сказала, у нас выживание. Мы просто выживаем здесь. Я не знаю, что делать. Я честно говорю, я теперь уже даже не знаю, что делать. Куда обращаться, чтобы нам хоть как-то помогли? Глядя на угрожающих размеров ледяные сталактиты на крыше, люди боятся лишний раз выйти из дома. Но надежда многих по-прежнему не покидает. А вдруг на горизонте с намерением починить кровлю все-таки появится она, управляющая компания. В низенькой светелке огонек горит. Молодая пряха у окна сидит. Ирина Ковин, Илья Чечин, РЕН-ТВ-пилот. Субтитры создавал DimaTorzok